Президент Шавкат Мерзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по расширению строительства доступных жилых домов в сельской местности и для отдельных категорий граждан. Документ устанавливает новые типовые проекты домов, а также сроки и процентные ставки ипотечных кредитов. 53 тысячи. Именно столько доступных домов и квартир в течение последних двух лет построено по всему Узбекистану. За этой цифрой судьбы десятков тысяч семей, которые, наконец, могли обрести крышу над головой, переехать со своих ветких жилых домов в новые квартиры или участки, не мыкаться по съемным квадратным метрам, а получить собственный кров. Конечно, тем, что построено, еще нельзя ограничиваться. Потребность в доступном жилье, особенно в сельской местности, есть, и она высокая. Для того, чтобы ее удовлетворить, необходимо строить больше, ну и, конечно же, добротно. В постановлении главы государства именно в случае некачественного строительства, нарушения требований градостроительных норм и правил приводятся как недостатки этого масштабного процесса. Нарушается технология производства. Например, вот бетон должен минимум свою прочность взять, согласно норме, минимум 14 дней. 14 суток он должен взять свою прочность. В некоторых случаях сегодня заливает бетон, а через два дня, три дня начинает кладку кирпича. В этом же списке случаи, когда доступное жилье возводится на землях не населенных пунктов, а сельхозназначения. Побочный эффект таких решений – то, что построенным жилым массивом приходится дополнительно прокладывать коммуникации, будь то электричество или дороги, газ или воду, с более дальних расстояний. Только в 2018 году на эти цели выделено порядка 500 миллиардов сумм. Так какие меры теперь позволят повысить спрос на доступное жилье, рационально использовать земельные ресурсы и развитие инфраструктуру населенных пунктов? Все это прописано в постановлении президента о дополнительных мерах по расширению строительства доступных жилых домов в сельской местности и для отдельных категорий граждан. Документ определил приоритетные направления развития жилищного строительства в сельской местности и обеспечения доступным жильем нуждающихся семей. Это рациональное использование земли за счет оптимального территориального размещения жилых домов. Больше домов для малообеспеченных семей и нуждающихся в улучшении жилищных условий. С учетом этого доступное жилье будет строиться по новым проектам. Одноэтажные трехкомнатные жилые дома на двух сотках, четырехэтажные двух- или трехкомнатные многоквартирные дома, а также пятиэтажные в городах для военнослужащих Министерства обороны, Национальной гвардии, Республики Узбекистан и для сотрудников органов внутренних дел. Строительство домов будет осуществляться в населенных пунктах, включенных в госпрограмму ОБОТХШЛОК. Кроме того, основные параметры по строительству доступных живых домов, внешних инженерных сетей сооружений и транспортных коммуникаций на предстоящий год утверждаются правительством Узбекистана ежегодно до 1 июня именно во взаимоувязке с программой ОБОТХШЛОК. У многоквартирных домов, не обеспечиваемых централизованными системами канализации, газа и теплоснабжения будут локальные канализационно-очистные сооружения. Сейчас мы строим одноэтажные дома. Внутри дворовой мы устраиваем такой выгреб, так называемый, который, в общем-то, с каким-то стечением времени, его нужно будет выгружать, очищать и дальше продолжать использовать. Но сейчас многоэтажные дома, в основном, где-то 4-5-этажные дома, там, где мы обязательно должны быть коммуникацией, например, канализация и водопровод. Иначе просто жизнь нереальна. И поэтому, в общем-то, мы уже приходим к тому, что необходимы небольшие коммуникации, очистные сооружения, компактные. Это удобство идёт не только для жителей, но это и санитарные нормы. К чему стремимся? Чтобы жители там жили точно так же, как в городе. И не было бы у нас вот такого, что, наоборот, в село хотелось ехать. Таким образом, в следующем году запланировано строительство 15 тысяч доступных жилых домов. Из них более 11 тысяч для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 658 для молодёжи, 1272 жилых дома женщинам, попавшим в трудное социальное положение. А для военнослужащих Минобороны, МТС, МВД и Национальной гвардии будет построено 2010 квартир. Кроме того, теперь застройщики и другие заинтересованные лица смогут в режиме онлайн наблюдать за ходом строительства дома. Получать видео и фотосъёмки объекта позволит информационная система, которую разработают за счёт средств резервного фонда компании «Кшлок Крудач Инвест». Отдельным аспектом при строительстве станет возведение энергоэффективного жилья в сельской местности. Проектом предусмотрено выделение в 19-21 годах целевых грантов в размере 3 миллионов долларов США на покрытие дополнительных расходов. В дополнение к этому правительство в месячный срок должно внести предложение по строительству в Ташкентской области в порядке эксперимента. На условиях ГЧП доступно жилых домов с использованием инновационных методов строительства, современных строительных материалов и технологий.